За неделю произошло много всяких интересных изменений, если вы ждали новые новости, то прямо-таки сейчас советую вам поставить палец вверх, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а мы сегодня пройдемся по тем обновлениям, которые у нас прошли за эту неделю. И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, вы просто не представляете, насколько я рад, что уже прямо-таки сейчас я его записываю, неделечка успешно закончилась, и мы возвращаемся, возвращаемся, именно целую неделю. Я не играл в нашу любимейшую игру, вы смотрели ролики, которые я для вас подготовил, записал, возможно-таки они вам зашли, понравились, возможно что-то вам не понравилось, все это дело мы, конечно же, еще в дальнейшем проанализируем. Ну а сегодня я решил записать такой вот ролик, в принципе у нас за неделю произошло много всяких интересных изменений, если вы ждали новые новости, то прямо-таки сейчас советую вам поставить палец вверх, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, ну а мы сегодня пройдемся по тем обновлениям, которые у нас прошли за эту неделю. Что же из интересного вообще можно в принципе рассказать? Ну если сказать прямо вот жестко вкратце, то по сути мы возвращаемся к старому, мы по сути совсем скоро уже вернемся к нашему любимейшему фризу, потому что мою любимую пушечку, которую, ну как бы я и сам сказал, которую надо нерфить, ее потихонечку, потихонечку, помаленечку начинают уже убавлять, убавлять ту силу, которую она вообще в принципе имела, ну и имеет еще в принципе до сих пор, но хотя уже, уже страйкер потихонечку начинает нерфиться. Что касаемо грома, то там тоже с дальностью у нас небольшие такие изменения произошли, но я бы не сказал, что они прям такие сильно жестко существенные, поэтому как бы, ну, говорить не о чем. Единственное, наверное, что я хотел бы сегодня выделить еще из тех обновлений, которые у нас произошли с пушками, так это то, что у нас немножечко апнули магнум, безусловно, этот ап может быть в какой-то степени будет чувствоваться, мы, конечно же, это дело все проверим, если вы этого захотите, пишите в комментариях, если хотите, чтобы я покатал, потестил, посмотрел, рассказал немножечко поподробнее насчет этого всей движухи, ну и, конечно, не могу не сказать про Изиду. Изиду сделали очень таким хитрым образом, и в принципе, если правильно реализовать одно интересное устройство, если не ошибаюсь, то уже Килджет по этому устройству именно таки свой тестик записал, рассказал, что там, как там, что нагибает, но, в принципе, если у вас есть желание, если вы хотите, чтобы я это все дело тоже рассказал, показал, может быть, чему-то новому вас научил, как с данным устройством вообще нагибать, как играть, чтобы я в этом деле всем сам разобрался, все же, ну, вы сами понимаете, что неделя без танков дает о себе знать, я немножечко-таки в какой-то степени потерялся сейчас, быстренько попытаемся войти в этот баланс новых пушек, посмотреть вообще, что у нас тут изменилось, насколько жестко у нас все, в принципе, нагибает или что-то не нагибает, но, в общем, тест Изи да хотите? Прямо сейчас остановили ролик, написали в комментарии, хочу тест, давай, баночка, быстро организуй, мы все быстро, конечно же, для вас тогда сделаем красиво. Также, ребят, это, наверное, сегодня будет не первый ролик, вернее, первый ролик, но не последний, я думаю, что сегодня мы запишем еще один интересный ролик, там, ну, прям, ну, прям вот, ну, топовый контентик должен у нас подъехать, поэтому ожидайте, интересные вещи сделаем, ну и, конечно же, советую всем сегодня посетить наш любимейший стрим, 22 по МСК, ничего у нас во время не меняется, все у нас, как всегда, стабильно, 22 по МСК, как я и говорил, в четверг, а именно-таки сегодня мы с вами там встречаемся, поэтому сегодня обязательно приходите, еще раз повторюсь, 22 по МСК, четверг, 31, именно-таки, января. Почему я решил покатать на фрезе? Ну, здесь, наверное, все очень-таки просто. Давно я не играл на этой пушке, а именно, наверное, где-то полторы недели я на ней не катал, потому что до этого я просто обожал этот мой любимейший страйкер и вообще, в принципе, не чувствовал власть на данной пушке, так как, ну, сегодня зашел на страйкере, погатал, одну такую каточку дал, смотрю, что как-то, ну, 50-50, 50-50, guys, если честно, есть какие-то моменты, которые уже не нравятся на данной пушке, поэтому будем смотреть, да, уже чувствуется, что эта перезарядочка стала чуть-чуть подольше, хотя, в принципе, существенного изменения у нас, по сути, не было. Может быть, кто-то наврал, кто-то сделал его больше, чем там написано, может быть, это мне просто так чувствовалось, пока я скатал только на нем одну первую каточку. Ну, а что касаемо фреза, то, наверное, ребяточки, именно-таки, данную пушечку мы сегодня покатаем, обкатаем, посмотрим, я думаю, что с ним точно ничего не сделали, а фрез у нас, как всегда, как нагибал, так нагибает, так и будет нагибать, при том, что эту пушку я просто обожаю, и давайте, я думаю, что за эту каточку, за эти две с половиной минуточки просто для вас попытаюсь забрать здесь первое место и просто сделать то, что я, в принципе, умел раньше делать. Не знаю, насколько у меня сейчас это дело все быстро получится, но, в принципе, у первого игрока 24 килла, это значит, что, в принципе, шансы у меня забрать здесь первое место и показать, что наша любимейшая пушка нагибает, не составит большого, вообще, в принципе, труда. Две минутки остается, овердрайв у меня имеется, парню надо сливать, надо сливать, супер, овердрайв. Аккуратненько еще одного сейчас заберем. В принципе, возможно-таки, я какой-то момент упустил по нашим обновлениям, но именно-таки, что касаемо баланса пушек, все, что я хотел, в принципе, я рассказал, рассказывать про какие-то крио. Ну, блин, ну, ребят, ну, это не в моем стиле, чтобы рассказывать про какие-то краски, говорить, что там какие-то у нас комплекты появились. Ну, вы знаете, что меня это не интересует, поэтому я вообще, в принципе, в этом особого смысла не вижу, что-то рассказывать про какие-то именно такие красочки. Также что-то у нас еще одно интересное я пропустил, а именно новую пушку. Ну, пока тоже никакой особо большой конкретики нету. Все ребята, которые захотели именно такие, ну, каким-то образом кликбейтануть, каким-то образом про это все дело рассказать, они уже все это дело, конечно же, рассказали. Поэтому, в принципе, упоминать это тоже уже не имеет особого смысла, да. Новая пушка совсем скоро у нас будет. Как только она у нас появится, безусловно, я ее сразу куплю, выкачу ее, покажу, обкатаю, расскажу. Может, там что-то где-то на ней можно будет нагибать, может, не будет нагибать. Как она вообще будет работать, механика. Для меня пока это все очень-таки непонятно, поэтому будем смотреть, будем следить. Потому что никаких обзоров и вообще по тому, как будет работать данная пушка, я ничего не видел, ничего не смотрел. Полностью отдыхал эту неделю, поэтому сейчас мы потихоньку будем возвращаться, будем врываться, будем смотреть вообще, как у нас что будет получаться. Ну, еще момент, наверное, такой, который я пропустил, это тот самый момент с нашими контейнерами, да. Ну, сделать такую подставу, ну, со стороны разработчиков это как бы выглядит, ну, неприятно, ну, неприятно. Ну, серьезно, как бы, ну, если вы уже делаете сначала все так, типа, там, 6 контейнеров простых, 3 недельных, ну, зачем что-то менять? Я вот, ну, серьезно, я вот человек простой, я не понимаю, зачем делать сначала одно, а потом в итоге брать и менять все по-другому. То есть, взять и сделать все в обратную сторону. В чем проблема была оставить так, как оно уже было, как ребятам, уже которые играют, всем все понравилось, всем все нравилось, это что-то бьет сильно по экономике игре, или что-то так существенно меняется, когда у нас меняется место 6-3 контейнера? Ну, я серьезно не понимаю, ну, я когда увидел, что у нас такое обновление появилось в игре, я думаю, что, серьезно ли? Серьезно? Зачем такое делать? Ну, зачем менять что-то в этом плане? Зачем нагнетать какую-то такую обстановку не особо приятную? Потому что, ну, ладно, окей, да, вы открываете недельный контейнер, вы получаете все, вы получаете кристаллы, всю нарку, получаете батарейки. Но, надо же понимать, что у нас игроки очень сильно воспринимают такие обновления, и по-любому все будут негодовать и говорить, что, ну, зачем вы такое делаете? Я тоже, конечно, этого момента особо-таки не понял, поэтому, странно, странно, так менять из-за тех контейнеров, которые, в которых условно падали белые свечения, менять их на недельные. Ну, ладно, флаг вам, как говорится, в руки, раз вы такое делаете, значит, вам так нравится. В принципе, в принципе, это все, ребят, что я хотел вам рассказать сегодня, прямо-таки сейчас, понравилось. Поставьте палец вверх, мне будет огромное, вообще, я даже не знаю, как бы правильно сказать, огромное удовольствие будет, наверное-таки, смотреть на вашу активность. Если вы поддерживаете, то поддержите, сделайте все красиво, ну, вот, такой вот ролик у нас сегодня получился. Ждите еще один, приходите вечером на стрим, 22 по МСК, всех жду, всем спасибо, пока, удачи, ребят, давайте. Субтитры сделал DimaTorzok